Нет, но это, прежде всего, что меня потрясло, это нос по мотивам Гоголя, по его повести фантастической «Ночь на высой горе» Мусорского, картинки с выставки. И что меня поразило, его бешеная трудоспособность. Потому что, представляете, на этом экране, который состоял из миллионов иголок, который был выполнен в Америке, потому что только американцы в то время могли исполнить вот этот уникальный заказ, он создавал путем маленьких палочек, продавливая в одну сторону иглы, обнажало сероватое или белое пространство в зависимости от силы нажима данной палочки. И он из этих миллионов иголок черных, которые он время от времени превращал в линии, в дома, создавал вот эти уникальные картины, необычайно какие-то трепетные. Туда он вводил свои персонажи, опять же, при помощи рисования, когда ему нужно было избавиться от какого-то персонажа или развернуть ему голову, заходил на другую сторону доски, где все получалось в негативном изображении, отыскивал тот кусок, который ему нужно заново восстановить, маленькими роликами или теми же палочками продавливал на другую сторону те иголки и получал другое пространство, чистое, как бы. Это ему служило, ну, как то, что служит для рисовальщиков резинка. Он стирал, как бы, этот образ и снова начинал опять же продавливать, рисовать вот путем тонких нажимов, создавать этот образ, который опять разворачивал, допустим, голову или глаза. Представляете, это какой-то немыслимый адский труд. А жена в этот момент снимала, у него всегда была напротив экрана установлена камера, и Паркер, она американка была, она стояла и снимала подкадрово вот эти изображения. По-моему, 8 минут или 3 минуты, я уже забыл, это крохотные фильмы, над 4 или 3 минутами носа он работал 15 лет. 15 лет он рисовал этот фильм в одиночестве вот со своей супругой, которая снимала. Но это чудо, потому что он фактически был первый создатель объемной мультипликации. Вот то, что сегодня делается при помощи компьютеров, и это он сделал вот на таком, ну, как бы, скажем, преисторическом компьютере, который он изобрел сам. После его смерти на этом, на этой экране, как он его называл, пытались работать многие художники. Ни у кого ничего не получилось, я думаю, не хватило терпения. Терпения, мастерства, уникального глаза. Кроме того, конечно, он очень много работал в области афорта, в области гравюры, штриховой. Он работал на металле, делал, часто некоторые работы исполнял в технике сухой иглы, это очень сложная техника. И вот братья Карамазовы, которые вот ваше замечательное издательство переиздало и сделало фоксимильные, вот эти, воспроизвоило фоксимильные иллюстрации, вот это сделано на, в технике, как он мне объяснил, в технике якобы литографии, а на самом деле это глубокое травление. И он мне рассказал довольно такую, ну, мистическую историю. Он сказал, а вы знаете, Миша, я почти вытравил кислотами свои легкие. Мне было 24 года, и когда я обратился со своими проблемами, я стал харкать кровью, обратился к врачам, мне врачи сказали, ну, в общем-то, из-за этих кислот, пары, которые он вдыхал, постоянно работает, ваши легкие очень, как бы, повреждены, и думаю, что осталось жить вам очень немного, где-то несколько месяцев. Он говорит, я, конечно, расстроенный, вышел от врачей, на Западе обычно сообщают о том, сколько человеку, если он тяжело болен, осталось жить, чтобы человек мог составить завещание, там, продумать, что же он может исполнить последние, там, дни ему отпущенные данной болезнью. Он говорит, а я просто-напросто взял и уехал, и стал лечиться кумысом, по, как бы, принципу моих предков. И, как он сказал мне, улыбаясь, как видите, мне лет весьма немало, а те доктора, которые меня приговорили к смерти, они давно уже в другом мире. А после этого, говорит, я все-таки решил изобрести вот ту технику, технику, вот, близкую к литографии, и пришел к выводу, что мне нужно создать вот этот экран. Его как-то осенила идея вот данного экрана, и вот всю свою жизнь, он в основном все свои сложные вещи, Анна Каренина, вы знаете, вы переиздали сейчас вот эти два замечательных тома, Гоффман, это все выполнял на экране. То есть, фактически, это все оставалось только на негативах. Когда он кончал одну иллюстрацию, он подходил, и вот это уникальное произведение, он все превращал в первобытное состояние. То есть, опять иголки, все черные выровненные. Выровнен экран, и шедевра нет. Сегодня можно было, конечно, вообще при помощи современной технологии оставить эти экраны, запечатать их в стекло, и каждая вещь была бы уникальным произведением, одновременно полускульптура. Вообще не понять, что. Графика, мерцающая поверхность бархатная, и все. Но вот так работали эти великие мастера. Сейчас я как раз привез, он мне подарил свои литографии к братьям Карамазовым, в двух экземплярах. И один из экземпляров я привез в этот приезд, для того, чтобы передать их в дар моему любимому музею Достоевского, которым я в первый свой приезд передал, по-моему, несколько своих станковых листов к преступлению и наказанию. Судя по тому, что Вы рассказываете, Вы достаточно много наблюдали за тем, как работал Александр Алексеев. А вот его творческая мастерская, она не была закрыта, или она была открыта для друзей? То есть, я так понимаю, что он создавал свои произведения при присутствии каких-то... Нет, нет, нет. Вы знаете, даже я не присутствовал, никогда не удосуживался такой чести, да я и не просил никогда, как-то это было вне наших встреч, потому что слишком много времени у нас уходило на философию, он увлекался так же, как и я, философией и рассуждением, естественно, о судьбах России, о русском языке. Он, например, конечно, в совершенстве владел старым дворянским, аристократическим русским языком, поэтому даже те какие-то словечки, которые я вывез из Ленинграда 60-х годов ему очень коробили слух, и он очень любил, но этим страдали все представители первой волны эмиграции, потому что мы-то уже была третья волна официально, он всегда говорил, у нас Петербург, это слово произносилось по-другому, и поправлял меня очень деликатно, вежливо, в общем, одним словом, я всегда себя чувствовал очень таким пристыженным и понимал, что мой русский явно в его ушах звучит варварским. Ну, то же самое было, когда я сталкивался и со Струевой, и с Зинаидой Шаховской, княгиней, и вообще все, все они очень любили подчеркнуть, как же мы, так сказать, выходцы из Советской России уже разучились говорить на благородном русском языке. Я думаю, что вы вообще несчастные, они сегодня сказали, если бы они заехали в Москву или просто включили телевизор. Наверное, инфаркт бы случился с каждым из них. А вообще...